Итак, дамы и господа, сегодня мы присутствуем на премии Мама Эвордс. И с нами певица и прекрасная мама, прежде всего, Диана Арбенина. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Расскажите, пожалуйста, вы сегодня как гость участвуете или будете принимать участие как номинации? Я не знаю, меня пригласили, я пришла. А петь будете? Нет, петь не буду. Жалко, я ваша давняя поклонница. Спасибо, это привет. Расскажите, пожалуйста, как вам удается совмещать роль матери и также вашу профессиональную деятельность? Вот если бы я знала. Меня на все, конечно, не хватает. Я думаю, что я многое могла бы успеть и в воспитании детей, и многое бы могла успеть еще и в творческой карьере. Но дело в том, что, мне кажется, любая мама, любая женщина, она может состояться только тогда, ну, если нет, скажем, других установок, только когда она рожает детей. И в моей жизни именно так случилось. Я до 35 лет вообще о них не думала, до 34. А потом вдруг я поняла, что есть какая-то такая мелочь вот здесь вот бегает, которая меня занимает больше, чем все остальное, чем рок-н-ролл вообще, чем все. И вот через год, два года они появились, их двое. Они двойняшки, вот Тёма дома сейчас, он делает уроки, кстати сказать. Вот, поэтому мне, для меня это очень важно, поэтому я здесь. Я в этом, вот я в этом точно состоялась, понимаете. То есть жизнь поменялась на до и после? Кардинально, кардинально. И это вообще не для красного словца, действительно вообще все поменялось. И я каждой женщине этого желаю. Я желаю просто не думать, что нужно построить очень хорошую квартиру, заработать много денег, а после этого рожать. Нет, нужно рожать только тогда, когда ты вдруг чувствуешь, что это наступает момент, неважно, в принципе, в каком возрасте. То есть прежде всего надо реализовать себя как женщина? Я думаю, да. Я думаю, да. Вот я написала около трех сотен песен, и все равно думаю, что женщина, она может состояться только в материнстве. Прекрасно. Спасибо вам огромное за эти слова. Скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали всем нашим участницам, мамочкам, какие-то напутствующие слова? Терпение. Терпение. Чувство юмора. Опять же, легкости, конечно. Ну вот у меня вот эти два бандита, вот один из которых со мной. Это, конечно, это терпение, это мудрость, это веселье, это доброта, конечно. Это строгость. А ваши дети чем-то еще занимаются? Какие-то кружки, может быть, развиваются? На вопрос, куда ты ходишь хотя бы? На карате. А еще? Я ходила на теннис, еще я учусь в музыкальной школе. Какая молодец. А сын чем занимается? Он занимается боксом, тоже учится играть на пианино, и все, по-моему, больше не хватает ни на что. У нас все дни расписаны. Согласна, я сама мама от двоих сыновей, поэтому я вас прекрасно понимаю. 8 и 5. 8? 8. 8? 8, да. Равесники. Равесники, это, конечно, такой возраст, доложу я вам. Так странно. Я все думала, что будет легко, мне говорили, сейчас будет дальше легче, легче, легче. А все-то как-то нелегко. Абсолютно. Спасибо вам. Спасибо вам большое.